Продукция белорусского расследовательского центра для Белсад ТВ Будут выдавать разрешение со словами «Все хорошо» Степень негодования, ярости по отношению к Литве и вообще Прибалтике в целом столь велика, что тут же надо было грозить карами И тут же мы получаем удар в спину ниже пояса от России Мы же знаем, что вы сейчас совершите провокацию и нам придется отвечать Просто физически нет такого маршрута, которым это удалось бы сделать И единственная версия, которая приходит в голову, это то, что белорусская страна не верила до последнего момента, что так случится Они все упираются в качество государства На початку традиционная рубрика «Вестки с полевым» Не прошло и три дня, как белорусские улады соткнулись с наступствами ранее принятых решением Уводится обмежование на экспорт Городнины Так само и Беларусь соткнулась с полновартостной экономичной войной с краинами Балты За транзит калий и на автопродуктов Ну что, Сергей, не шакана? Да, вот называется, как это очень быстро на будущее наступает При том, что буквально успел уже даже премьер Головченко съездить на плодовощную базу Съездил, показал, что овощей хватает, не переживайте и так далее То есть, как возможное в будущем называли руководители Марта Что мы можем, если увидим, начнется вывоз Потому что в соседних странах цена выше То мы тогда рассмотрим эти варианты А сейчас они хвастаются тем, что, как они говорят Сработали на опережение Ну, в данном случае, лицензирование пока только лук, капуста, яблоки Подвержены риску бесконтрольного вывоза из страны Ну, что такое бесконтрольный вывоз? Это, видимо, обычный вывоз, как это и происходило Значит, это не запрет, это лицензирование, как они это называют Вам схема пригожая Да, действительно, сама процедура, она же просто потрясающая Говорит Богданов, министр антимнопольного регулирования А там же она такая очень простая Там же всего лишь что нужно производителю, который хочет экспортировать данную продукцию Нужно сначала в произвольной форме написать обращение в область полком Который посмотрит, как складывается ситуация в региональном разрезе После чего направляет это письмо в правительство Которое посмотрит на спрос предложения Это очень важно Уже в рамках всей страны После чего направляет в министерство антимнопольного регулирования И которое уже там рассматривает установленные сроки И если все хорошо, критерий прекрасный, если все хорошо, то выдаем лицензию То есть что будет делать исполком? Смотреть, как там складывается спрос предложения Что будет делать правительство? Смотреть, как складывается спрос предложения Да черт возьми, рынок сам делает это автоматически Без всяких вмешательств вот этих людей Которые будут выдавать разрешение со словами Все хорошо Сейчас многие СМИ начинают мониторить эту ситуацию Потому что, судя по всему, как раз по капусте пришелся основной удар То есть на полном серьезе отечественная продукция начинает пропадать из торговых сетей Вместо этого, значит, опять же, непонятно, те ли самые Или действительно появляются там российские какие-то еще импортные Которые уже там дороже Причем дороже, чем те, которые капуста была недавно Люди пишут Вот вроде как ввели ограничения по ценам Но вместо этого она подорожала А почему? А потому что отечественной нет Потому что она отказывается продаваться по такой цене Ведь дорога ватт началась с февраля прошлого года По становлением сотым ограничением цен Нигде ни на каком этапе Единственное, министр Калтович позволил себе сказать, что Да, пожалуй, что-то как-то работает не так, как хотелось Ну и он больше не министр Да, и говорил, что, возможно, мы его отменим Вместо этого, значит, отменили Калтовича А вся эта система регулирования ценового и, соответственно, ограничений на экспорт Она продолжает расширяться, вводиться И, похоже, это только-только начало Второй момент, который действительно тоже очень неожиданный Это то, как быстро, на самом деле, демократические правительства В отличие от наших, реагируют на, что называется, внешние раздражители То есть только-только появилось совместное расследование Эстонской газеты, значит, издания «Рибалтик» и расследователей Белсата Про которые мы рассказывали в прошлой передаче О том, что начинает Эстония работать с механизмом обхода санкций Как тут же премьер-министр заявляет о том, что, а вы знаете, да, что-то здесь не то, нам надо разобраться Разобрались буквально в течение какого-то очень короткого периода И, соответственно, мы будем вводить ограничения Запрещать экспорт и по тому коду товаров, через которые, на самом деле, нефтепродукты, подпадающие под санкции, маскировались Какие последствия после этого происходят? Это же, ну, то есть как работает механизм домино, да? То есть это уже просто вот целая цепь Происходит совместное заявление правительства Литвы и Латвии Которая говорит о том, что, ну, да, мы понимаем, что вот начнутся сейчас попытки индивидуально проходить вот эти самые, находить входные пути Да, конечно, мы, несомненно, будем на уровне национальных правителей с этим бороться Но вообще хорошо бы, для нас было бы лучше Давайте мы все вместе, втроем обратимся в Европейский Союз С тем, чтобы он, как бы, за нас принял бы солидарное решение И свои санкции привел в соответствие тому, как работают американские И это совершенно новая уже геополитическая ситуация И, судя по всему, это начинает довольно сильно жать Потому что степень негодования, там, ярости по отношению к Литве и вообще Прибалтике в целом столь велика Что тут же надо было грозить карами Лукашенко сказал, что, значит, Литва там нарвется Давайте же мы там реализуем план мер, который мы наметили Голубченко об этом говорил Сходив на прием к Лукашенко, где он был с руководителем БКК Мы там сейчас подаем в суды, что мы там потребуем упущенную выгоду Мы там штрафные санкции и так далее Там другая гучная заявка была, Голубченко, что, знаешь ли, альтернативу транзит Именно, да, я про это и сказал Что, мол, вот Россия, как бы, нам там подставляет плечо и так далее И тут же мы получаем удар спину ниже пояса от России Газета Коммерсант, значит, ссылаясь на свои источники А дело в том, что газета Коммерсант я многократно про это рассказывал Самый ближайший их источник – это администрация президента Российской Федерации Она говорит о том, что, по нашим данным, белорусская сторона Не то, что там не договорилась Она даже ничего не делала, она же не обращалась за этим И сами русские говорят о том, что, ну, в лучшем случае В самом лучшем случае из 11 миллионов тонн, которых вы, калия, экспортировали Ну, можно там потесниться как-то нашим портам так, чтобы 2-3 миллиона примерно только Многие СМИ написали, Лукашенко признал проблемы Он признал там, скорее, даже не это Там гораздо важнее было то, что в одном и том же интервью Ты рассказываешь о том, как мы сейчас чуть ли не будем воевать с Украиной Значит, причем плечу к русским, да? Как из-за того, что мы же знаем, что вы сейчас совершите провокацию, и нам придется отвечать И мы даже знаем, какая провокация у вас случится И при этом рассказывая о том, что мы же там попытались обратиться к ним Украинцы предложили, мы согласились Сегодня вроде бы заявили о том, что нет, в Одессе мы не будем грузить То есть их остановили тоже Ну, я подозреваю, что там, скорее, согласия не было, было напрямую ответ Если оценивать в цифрах, что это означает Ну, то есть, как бы там есть разные оценки, связанные с тем, что вероятнее всего Найти полноценную полную замену вот этим 11 миллионам выпадающим не получится То есть просто физически нет такого маршрута, которым это удалось бы сделать То есть вполне реальным увидеть, на самом деле, не только сокращение экспорта Потому что львиная доля же шла на экспорт Это, соответственно, и сокращение производства То есть там последствия не только в выпадающей выручке Которая порядка, там, миллиарда, полутора долларов Значит, это еще и социальные последствия для самого предприятия И который является градообразующим, совершенно верно, для работников То есть речь идет о том, что вполне возможно увидеть сокращение выработки В половину от того объема, который сейчас есть Мы кажем про полновартосную войну, потому что Беларусь так саму вводит контрсанкции Супрес-Карейн-Балты Да, совершенно верно Как раз именно Головченко рассказал о симметричном ответе на санкции Что коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы То есть речь идет, судя по всему, о том, что в очень короткий период Буквально нескольких дней будет остановлен транзит товаров Которые проходили литовские грузы через территорию Беларуси Ну, направляющиеся в Украину, Россию или куда-то еще Знаешь, такой вот механизм, в котором сложно остановиться То есть принимаются меры литовские В ответ, значит, Беларусь заявляет, что мы вас как-нибудь там накажем В ответ они говорят о том, что, слушайте, ну мы вообще-то просчитали результаты своих решений То есть юристы у нас проработали, и мы посмотрели И министр финансов Литвы говорит о том, что потери будут не сильно большие Из-за того, что есть варианты там обходного пути Как, например, вот, скажем, те же самые удобрения Либо нефтепродукты с завода Орлен, да Значит, Можикявичский Который может идти через территорию Польши Да, благодаря тому, что Литва вложилась вот как раз Значит, терминал на границе, который Это польский терминал, они там купили его Да, 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 совершенно верно Вот, то бишь, к этому они готовились А, и, кстати говоря, литовская сторона тоже посчитала, что, значит, она теряет Исходя из этого У них были подсчеты, основанные на 20% сокращении транзита То есть они посчитали цифры Соответственно, если транзит останавливается полностью Мы просто тупо умножаем эти числа на 5 Так на что ж режим Лукашенко сподзеется? Что жады отрывать? И единственная версия, которая приходит в голову Это то, что белорусская сторона не верила, а, до последнего момента, что так случится И второе Это то, что вероятнее всего, что они ожидают вот эффекта, про который многократно говорит наша пропаганда Что больнее будет самим странам, которые эти санкции вводят Особенно с учетом того, что прошлый год это был довольно резкий рост цен на как раз калийные удобрения на мировом рынке Расчет, наверное, на то, что случилось в свое время против санкций, против Дерипаски и его активов, добывающих, производящих алюминий Когда действительно нехватка была серьезно замечена промышленными странами, зависящими от этого металла Вообще, по оценкам специалистов рынка удобрений, мощности по производству даже сейчас превышают потребности рынка, которые находятся в ажитажном спросе То есть, грубо говоря, крупнейший сейчас производитель Канада, у которого вот концерн Nutrient, да, это бывший Potash Corporation, слияние его с еще одним производителем Они порядка, я не помню, около чуть ли не 40% мощностей законсервировали, которые, в принципе, можно на рынок выкинуть Но они лично считают, что после таких денег у Рада Беларусь тратит рынки калия Что это, ну, довольно складано будет снова выйти на них и зараблять их ранее Ну, слушай, мы уже однажды их теряли благодаря вот этой разводу с Уралкалием После инцидента с рейдерским захватом Беумгертнера, да Я, на самом деле, больше опасаюсь, что называется, вторичных последствий решений, как бы нам отомстить Литве на транзит Потому что мы же помним, у нас уже были случаи, когда Беларусь для логистических операторов превращалась в черную дыру Ее просто рекомендовали объезжать всеми возможными способами И действительно, это надолго, буквально на десятилетие репутацию приходилось восстанавливать Если для вот этих вот торговых цепочек внезапно выяснится, что пускай это чуть дороже, но зато это более предсказуемо и надежнее То вернуть потом доверие к себе, как, еще раз говорю, как показывает практика, гораздо дольше, чем возвращать себе долю рынка калийных удобрений Ну, калий-то лучше, что у всех это будет протягиваться долей, то, насколько я разумею, Беларусь отримает долготерминовые наступства Ну, что ты бачишь? Если эта история, как ты правильно вижу, если она длинная, то и последствия длинные, это будет сказываться на потенциале экономического роста в будущем Вот, и которые на самом деле и так, в общем-то, далеко и в лучших условиях находятся Буквально сейчас Евразийский банк развития в очередной раз на своем месячном мониторе оценил перспективы беларусской экономики Они говорят, ваши перспективы долгосрочного экономического роста всего лишь 1% в год, это потенциального роста Он постоянно сокращается, и главное, на что они обращают внимание, ребята, как бы, ну, простая производственная функция, да, труд, капитал, земля, да У вас сокращается количество занятых в экономике Значит, 116 тысяч потери работников в течение прошлого года Причем львиная доля потери, это конец вот уже буквально последние месяцы 21-го года Вот, из-за чего? Ну, как бы, причины очевидны Это, а, то есть они все рукотворные Это политические увольнения, которые уже сейчас сказываются, мы знаем И второе, это политическая иммиграция И, ну, как я уже говорил, от чего зависит потенциал экономического роста? Он зависит от использования факторов производства Плюс необъяснимая величина, которая считается, что туда вот вложен технологический прогресс Помнишь, ты в прошлой передаче говорил, что есть несколько показателей, по которых Беларусь посрамила клеветников Там, значит, из всяких деструктивных каналов и прочих независимых аналитиков Так вот, судя по всему, у них появился еще один показатель, которыми они собираются, значит, нас посрамить О нем рассказал Е.М. Малкин, это представитель Евразийской экономической комиссии Что почти все страны улучшили свои позиции в рейтинге экономической свободы Института Фрейзера Самое значительное продвижение зафиксировано у Беларуси на 26 позиций вверх Ну, и потом она отметила, что еще на два пункта улучшили свои позиции в глобальном инновационном индексе Вот, тут вот, как бы, что называется, нужно сразу залезть в детали Дело в том, что вот этот индекс экономической свободы от Фрейзер Институт Вот просто открываешь методологию, тыкая на сайтике, да, и там написано Что самые свежие данные, которые мы получаем, идут с двухлетним лагом То есть, грубо говоря, это улучшение позиции экономической свободы, которая предшествовала катастрофе 2020 года Ну, и вообще, на самом деле, этот Фрейзер Институт, это же называется, ну, как это Свет может взять, как ты скажи, да, выбирали из тех зеркал, где ты, значит, прекраснее и милее При этом, как мы знаем, что, в общем, весь мир смотрит на главный индекс экономической свободы Это Heritage Foundation Это, ну, номер один think tank в Вашингтоне Это данные примерно середины 2020 года в индексе 2021 Беларусь 95-я среди всех стран, но из европейского региона 43-й и 45-й Ну, то бишь, как бы хвастаться особо нечем Вот при этом, если смотреть на все эти индексы, то видно, где у нас хуже всего дела обстоят Это, значит, верховенство закона, все, что связано с эффективностью действия государства И второе, это, значит, и эта, кстати, вещь прослеживается и в индексе, и инновационном, про который они говорят Просто, чтобы было понятно, Беларусь 36-я среди 39-ти европейских экономик Ну, в общем, как бы, при том, что в этом индексе действительно мозгами все хорошо А как в знаменитом анекдоте, все, что вы делаете, значит, руками, у вас не получается, да То есть там четко видно, что именно вот финансовые рынки, на которых, по идее, можно было бы зарабатывать на этих инновациях, да Или там рынки товарные, которые не предъявляют спроса на эти инновации, тянут это все дело назад Что делать органам, которые отвечают за экономический рост? То есть они в этой ситуации, понимая, что на это повлиять мы можем, нет, не можем Что будем делать? Будем искать пуговицу, будем заниматься креативной прокрастинацией, да Будем, значит, как выступает замминистра экономики Ярошевич и говорит Мы прямо сейчас ведем очень важную работу по улучшению бизнес-климата Ну, то есть вот того самого бизнес-климата, когда Лукашенко недавно рассказывал, как будем вырезать, выжигать, там, значит, там, резать, там, да А может быть, еще договоримся как-то То есть на полном серьезе проходят, как ни в чем не бывало, круглые столы об изменении закона, там, значит, по вопросам рынка ценных бумаг Или, например, вот эти вот идеи, которые сейчас рассматриваются, как нам развивать инвестиционные рынки Можно надувать щеки, можно рассказывать, как у нас все здорово, мы создали инфраструктуру, у нас есть рынок бандов У нас там мы будем развивать привлекательность для, там, отечественных инвесторов, внутренних инвесторов, там, выпускать новые какие-то облигации, там, значит, рассказывать о том, как мы растем в индексе экономической свободы и в индексе инноваций Но как только ты начинаешь лезть в детали, то ты понимаешь, что плечевые вопросы, которые невозможно закрыть вот этими вот, значит, мелкими решениями Они все упираются в качество государства, вот этих самых норм, которые должны работать, которые теперь не работают Это абсолютно рукотворные вещи И, как бы, ну, очень странно в таких условиях ожидать, что какие-то паллиативные меры могут привести к компенсации всего того ужаса, который, значит, вот своими собственными руками государство творит Наколько я разумею, это та самая история, как недозаконам Да, на самом деле То есть они-то думали, что вот это вот недозаконов, это коснется только вот одной такой узкой сферы, да Что это, как бы, об экономике мы подумаем потом, мы придумаем, как это все закрыть, да И вот, на самом деле, это оказывается ключевым фактором того, что у вас просто нет будущего экономического Вам нечем расти, у вас нет источников этого экономического роста Вы сами уничтожаете все то, с помощью чего экономика может работать От правил, которые должно устанавливать государство и следить за их исполнением До поддержаниям распространенности рынков, которые они же собственными руками сейчас уничтожают Это была экономика с Шалом, и с вами уластный Сергей Чалый И Федор Павличенко До побачения Всего доброго Гэтая программа была створана Белорусским расследовательским центром для Белсад ТВ